КВНщик, физрук, неисправимый романтик. Пример для подражания своим ученикам и предмет гордости любимой семьи. Камиль Зулфугаров, стендап-комик, КВНщик, юморист одним словом, но не ограниченный одной спецификой. Преподаватель физической культуры в школе номер 22 днем, звезда вечером в заведениях VIP-класса с микрофоном в руке и с пачкой из писанных шутками тетрадей. В семь лет родители меня отдали в музыкальную школу по классу Домры. Папа сказал, это маленькая гитара, я договорюсь, ты будешь зарабатывать деньги на свадьбах. Через месяц после того, как я стал заниматься, он пришел, говорит, я договорился, ты теперь в ансамбле. Я говорю, пап, я еще ничего не умею. Он говорит, ты будешь играть на треугольнике. Реально, полный зал, декара, сельмаш. Папа сидит в третьем ряду. Я стою с треугольником, жду кульминационных моментов, чтобы обозначать их. Значит, играет, 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 проходит примерно минута произведения. Я стою вот так, джинь, смотрю на папу, папа делает так. Молодец. И за весь концерт папа вот так сделал три раза. После чего он мне купил киндер-серприз, говорит, все, сынок, музыка это прям твое, ты должен заниматься музыкой. Потом стал писать стихи. Мама говорила, необходимо учить стихи. Прививала любовь к Пушкину, потом к Маяковскому в классе, наверное, в восьмом или в девятом. Поэтому, когда нам задавали в десятом классе учить Маяковского, я его не учил. Я просто наизусть паспорт рассказал, получил две пятерки. Родители воспитали Камиля образованным, ответственным и порядочным парнем. Помимо занятий музыкой, литературой и плавания, по одиннадцать тренировок в неделю. В результате первый спортивный разряд. А позже новое увлечение – греко-римская борьба. Ребята ходили, занимались борьбой. Я думаю, дай попробую. Попробую, что это такое. Пришел, значит, на тренировку, пришел в Геркулес, у нас здесь, значит, в районе автолокзала. Очень-очень красивый зал, он как раз был после ремонта. Прихожу к одному тренеру, а я молодо выгляжу. Мне говорится, вот давай, ну, приходи, занимайся. Узнавали, мы тебя не берем. Я просто неделю приходил в зал, вот так сумкой сидел, смотрел, люди занимаются. Я сижу и смотрю, вот, меня никто не брал. Потом подошел Полин Роман Витальевич, прям, я считаю, великий тренер. Он говорит, сколько тебе лет? Я говорю, в семнадцать. Он говорит, ну, давай попробуем, может, что-то получится. Благодаря неплохой спортивной подготовке и упорству через восемь месяцев Камиль – кандидат в мастера спорта. Тогда же наставник и спарринг-партнер Руслан Таишев приглашает Камиля в одной из лучших в Ростовской области команду КВН «Форс-мажор». Я помню только свет. Я смотрю, пытаюсь влиться, всматриваться, ничего не получается, адреналин сердца бьется. Там произнес какую-то шутку, мне там написал Руслан. Я ее произнес, зал зааплодировал и думаю, вот это кайф. Окрыленный первым признанием, начинающий комик остается в КВН и собирает свою команду. Собрались энтузиасты какие-то, мы там начали выписывать. Первая же игра, прям, и все слили. Тишина была в зале. Мне казалось, даже сверчки в зале были громче, чем реакция людей. Вот. И потихоньку, через, наверное, старания, упорство стало получаться, получаться, получаться. И в 2008 году мы стали чемпионами университетской лиги КВН. На следующий день мы проснулись звездами. Стоит сказать, что время это для Камиля пара проб без ошибок. В 2007 парень записывает на студии свой первый трек. Впоследствии два музыкальных альбома. Заглавные композиции попадают в ротацию топовых федеральных радиостанций. В 2011 на одном из телеканалов выходит проект «Стань новой звездой юмора». Саундтрек пишет и исполняет Камиль. И снова Камиль пробует себя в новом жанре. Его поглощает свадебная индустрия. Каризма и юмор доводят его до списка самых успешных свадебных ведущих Юга. Азарта хватает на два года. Камиль возвращается в КВН в составе нового творческого объединения. Команды «Флэш-Рояль». Чемпионы университетской лиги ЮФУ становятся вице-чемпионами Центральной лиги «Старт». Команда ближе к статичному КВН. Стараемся опираться на литературный юмор. Редактор нашей лиги Юлия Ахмедова. Стендап-комик из Воронежа. Первый стендап-комик-девушка в России. Она как раз редактор этой лиги. Она дала нам какое-то направление. Она говорит, что у вас литературная дурка. Вы, говорит, дурачитесь по-взрослому, но у вас есть какой-то литературно-социальный подтекст. То есть вы стараетесь затрагивать какие-то социальные темы. Это плюс. Финалист Волгодонской лиги КВН в 2014-м становится резидентом комеди-клаб «Ростов Стайл». Стендап в «Ростове» появился полгода назад. Мы собрались вместе, ряд единомышленников, говорим, а давайте сделаем стендап, а давайте. Написал каждый себе монолог, друг другу почитались, где-то что-то исправили, отредактировали, собрали полную площадку людей. Всем же интересно, это же новая стендап «Ростове». Руководитель стендап-проекта, вот у нас в «Ростове» стендап-селлер, это Константин Сутулов. Значит, в прошлом хороший КВНщик, являлся редактором долгое время ростовского комеди, он писал большое количество юмористических проектов на федеральные каналы. Стендап – это не просто история жизни, это скорее ощущение мира, то есть то, как ты чувствуешь. Даже если у тебя появилась такая тема, которая была уже у другого стендап-комика, вы все равно ее будете описывать по-разному, с разной точки зрения, с разной позиции, и материал будет абсолютно разный. Вы знаете, у меня от молодого учителя сложно ругать детей за их проступки. Вот совсем недавно, иду по кальтору, сразу же ругают мальчику, я говорю, подхожу, говорю, что случилось? Он говорит, вы представляете, Игорь Ольгу по пуфу дарил. Вот, спасибо, Калина Анатольевич, вы хоть раз кого-нибудь по пуфу дарил? Я говорю, не у того человека, вы спрашиваете, Светлана Владимировна. Каждое выступление – аншлаг, 8 минут монолога, ты и зритель один на один. Самое сложное, признается Камиль, выучить текст, еще сложнее запомнить последовательность слов. Если же шутка оказалась провальной, выкручивайся другой. Когда я начинаю свой стендап, и люди, бывает такое очень редко, но бывает такое, что люди не смеются, я делаю так. Друзья, у меня таких шуток еще много, но я вас люблю, поэтому пока. Чтобы они не обижались на меня, потому что самое, наверное, плохое, что может быть, это когда ты начинаешь насиловать зрителя, ему уже неинтересно, а ты все, вколачиваешь свой текст. Нет, подождите, у меня есть еще. Я готовился, правда, я старался. Нет, если не заходит, я лучше скажу, ребята, извините, наверное, сегодня не мой день, я пойду. Но такого еще не было для нас. В жанре стендап за год Камиль дает свыше 50 выступлений в Ростове и за его пределами. Наконец, юморист отправляется в Москву на крупнейший стендап-фестиваль. В жюри был Руслан Белый, Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Тимур Каргинов, Дмитрий Романов, в общем, все звезды. Я, значит, пообщался с Юлией Ахмедовой по своему выступлению, пообщался с Русланом Белым. От него получил огромное удовольствие, потому что человек является звездой, наверное, международного масштаба, дает такие большие концерты. Говорит, Камиль, вот что ты переживаешь? У тебя довольно-таки хорошее выступление было. Я говорю, ну просто, Руслан, я думал, что если я выйду на эту сцену, ты ко мне подойдешь и скажешь, добро пожаловать в стендап на тенте. Он говорит, ну да, забавно. Он говорит, на самом деле, ты сюда лучшее привез? Я говорю, да. Он говорит, вот я собрал весь бест своего материала, весь свой архив. Говорит, и поехал, значит, не буду говорить в какой город, давать концерт. И после второй шутки я думаю, елки-палки, почему я здесь даю полтора часа концерта, а не час? Я не выдержу. Зал, говорит, вообще не смеется. Бывает такое. Ну, в дальнейшем у него получилось раскачать, и зал аплодировал. Стендап – это, наверное, структура, это сфера, где без опыта никуда. В седьмой год педагог Камиль Анатольевич прививает детям любовь не только к здоровому образу жизни. Его ученики сами рвутся в КВНщики, делают неплохие успехи. Сейчас ребята вместе с тренером готовятся к Кубку КВН. Сами пишут шутки. Камиль лишь редактирует. В мае был кубок среди школьников, кубок города Ростов, кубок мэра. Ребята занимаются первый год, но они стали вице-чемпионами. Мальчик из пятого класса подходил, говорил, Камиль Анатольевич, я стендап написал, хотите послушать? Я говорю, ну давай. И он начал там, вот у меня есть одна моя знакомая. Очень весело. Ну, если дети чего-то хотят, мне кажется, любому взрослому человеку надо как-то постараться помочь в реализации. То есть, вот захотели они заниматься КВНом, пожалуйста, давайте вот все условия. Захотели спортсмом заниматься, пожалуйста. Самое главное, мне кажется, чтобы ребенок ни в коем случае не обижался на взрослых. Чтобы взрослые всегда, они должны поддерживать детей. Помимо прочего, Камиль Зулфугаров пишет сценарии к короткометражкам и к телевизионным шоу. Сотрудничает с музыкальными исполнителями. Последняя работа клип-рэпера Алексея Ганжура на песню «Мне нужна только ты». В ближайшее время Камиль планирует выйти на полный метр. Также в планах о культуре террасовский стендап. Из баров поднять жанр до уровня концертных площадок. Хотелось бы написать фильм. Это, наверное, мечта всей жизни будет. По примеру, Иван Васильевич меняет профессию. Операция и приключения Шурика. К сожалению, у нас забыли этот жанр, наверное. Эти фильмы для меня лично являются очень гениальными. Потому что эти фильмы расхватали на цитаты. То есть, каждые 10-15 секунд – это цитата. Цитата, которая есть у любого поколения. Есть у поколения у взрослого, есть у молодого поколения. Есть даже у маленьких детей. То есть, они цитируют эти фильмы. Я не знаю, даже не смотрели ли эти фильмы до конца или нет. Или это просто стали крылатыми выражениями. И самая великая мысль, которая может быть произнесена комиком – это та мысль, которая останется в умах других людей. И они, эти люди, будут цитировать ее. То есть, лучше этого, наверное, ничего нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова